Энергичнее пользоваться федеральными средствами призвал губернатор Саратовской области на очередном заседании антикризисной комиссии. Профильные чиновники рассказали, как отражается текущая экономическая ситуация на разных сферах и какие действия они предпринимают, чтобы сгладить негативные последствия. Что касается промышленности, то предприятиям региона будет оказываться помощь. Речь идет о разных видах господдержки. В области сейчас создан фонд развития промышленности. Средства из-за него будут получать в первую очередь начинающие производители, которых почти не кредитуют банки. Также поддержка будет оказываться тем предприятиям, которые сильно зависят от поставок импортной продукции. Наименее зависимая от импортной продукции – это наша металлургия. И наиболее зависимые высокотехнологичные отрасли, такие как авиационная, станкоинструментальная, машиностроение и так далее. Пока стабильная остается ситуация на рынке строительства. Темпы ввода жилья пока высокие, но в последние несколько месяцев уже наблюдается снижение покупательского спроса. Каким будет рынок недвижимости в этом году, зависит от ставок по банковским кредитам. В рамках программы «Жилье для российской семьи» разрабатываются льготные условия для кредитования. Альтернативой ипотеки также может стать развитие жилищных накопительных кооперативов. Много социального жилья, которое мы тоже обязаны сегодня исполнять. Это и жилье ветеранам, это и жилье, прежде всего, детям-сиротам, и ряд других программных направлений. Здесь тоже ресурсы, часть федеральных уже пришли, наши источники тоже есть. Здесь тоже надо вместе с строителями отрабатывать и тоже поддержка, чтобы это работало. Между тем, число безработных с начала года выросло на 2000 человек. Такие данные привели чиновники Министерства занятости. Сегодня официально зарегистрированных безработных в Саратовской области 13,5 тысяч. Для сокращения их количества в регионе разработали под программу дополнительных мер. В основном это организации временной занятости безработных и граждан, находящихся под риском увольнения, а также профессиональное обучение этих категорий работников. Поддержка будет оказываться на тех предприятиях, где трудится значительное число жителей области. Отличие сегодняшней программы в том, что федеральные субсидии будут направлены на поддержку не всех предприятий, столкнувшихся с кризисными явлениями, а только тех организаций области, которые оказывают существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе, а также имеют перспективы своего развития. Чиновники надеются, что благодаря принятой программе уровень безработицы в Саратовской области не поднимется выше уже имеющихся показателей.